Проект выходит при поддержке спортклуба «Прогресс». Маклина, 34. Телефон 46 29 46. С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Сфера в спорт». У микрофона Вера Власова. Передо мной сегодня Андрей Юрьевич Каманин. Директор спорткомплекса «Прогресс». Но более того, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. Заслуженный работник физической культуры России. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте. Итак, открою сразу карты, что перед эфиром мы с Андреем Юрьевичем очень долго разговаривали, беседовали. И обнаружилось для меня, это стало, ну не сюрпризом, конечно, но очень приятным и значимым фактом, что Андрей Юрьевич является потрясающим экспертом в плане ведения бизнеса с точки зрения спорта. Именно бизнеса в отношении спорта. Спортивного бизнеса. Так точно. Да, и именно поэтому сегодня я его пригласила, для того, чтобы разобраться, на самом деле, возможно ли делать свое дело качественно, успешно, продвигая спорт, пропагандируя спорт. И что из этого может получиться. Итак, Андрей Юрьевич, давайте сначала разберемся с тем, что же такое спорт в нашей жизни, какую роль он играет. И как, на самом деле, складывается образ современного человека и занимается ли современным человек спортом? Ну, во-первых, нужно сначала разделить два понятия – спорт и физкультура. Да, давайте, с этой вы начнем. То есть, ну, спорт – это когда человек занимается для достижения каких-то целей. Да, результатов, победы, победы над соперником. Физкультура – это когда человек занимается физическими упражнениями, то есть, победа над собой. Угу. Вот это… Ну, тоже победа. Ну, тоже победа, но над собой. Будем так говорить. Почему? Потому что он ставит перед собой уже какие-то конкретные задачи, а не то, что он хочет победить за звание чемпиона мира, чемпиона Европы, чемпиона России или так еще какого-то ведомства. Да, бывает так, что победа над самим собой тоже очень сложно дается над ленью, над лишним весом, да, над какой-то еще пассивностью. Ну, для человечества это, наверное, самое важное. Что-то именно победить себя и именно прийти в спортивный зал или там в спортивное общество какого-то и заняться именно спортивными упражнениями. Угу. Именно это, на мой взгляд, характеризует именно успешного и развивающегося человека. Вы согласны? Ну, согласен, но здесь можно поспорить. Почему? Потому что образ современного успешного человека, каждое поколение выбирает себе, ну, само. Ну, возьмем, допустим, 30-40-е годы Стаханов, да, труженик. Все старались походить на Стаханова, там, Стахановское движение, там, все там надевали там спецовку рабочую какую-то. Да, выполнить, перевыполнить, там, 10, 20, 30 раз все это. В 40-е, 50-е годы это герои войны. Этот же Жуков, маршал Жуков. То есть все старались походить на него, как он гордо с поднятой головой всегда ходил, там, с медалями, там. Ну, действительно, это то поколение, мы до сих пор этими людьми гордимся. Допустим, 60-е, 70-е годы. Первый человек в космосе, Гагарин. Мы тоже там стремились. Успешный человек, успешный человек. Успешный, безусловно. У нас, допустим, 90-е годы. Люди в малиновых пиджаках. Успешные. Успешные люди, да. Успешные люди, вот все там, все. Надо спорт им далеко. Двухтысячные, ну, как сказать, тоже ходили они, тоже спортивные фигуры, тоже там, все эти люди с короткими стрижками, там, тоже бывшие спортсмены. Ну, тоже считалось, что это успешные люди. Двухтысячные годы. Возьмем, ну, так вот, что значит успешные-то люди. Мы уже видим, что люди – это брендовая одежда, дорогие часы, очень хорошая машина. Но, кстати, сейчас уже не всегда. Да, сейчас уже идет тенденция другая. Мы двухтысячные годы говорим. Да, да. Мы всегда двухтысячные годы. Сейчас, действительно, уже совершенно другое. Сейчас уже успешный человек определяет не его одежда или, там, его часы, а его определяет непосредственно его дело. Но любое дело, чтобы качественно отдаваться своему делу, нужно быть в хорошей физической форме. Обязательно. Мы подошли к этому, что без физической подготовки, без спорта, физической культуры мы просто не сможем успешно быть успешным человеком, не успешным ни в бизнесе, ни в семейных каких-то отношениях, и вообще просто успешным в обществе. Угу. Потому что спорт и физическая культура, в том числе, влияют положительно на здоровье, на личностные качества. Это основа. Почему? Потому что не будет здоровья, не будет никакого успеха. Потом уже ничего не надо будет. Будем работать только на таблетки. Совершенно верно. Идем дальше. Давайте будем разделять физическую культуру и спорт. Давайте. Спорт, вы сказали, что на достижении мы работаем. Физкультура – это системность некая. Правильно я понимаю? Нет. Ну, физически, видите, вот сразу же хочу сказать, что, допустим, физической культурой занимаются у нас, ну, почти все с детства пытаются заниматься. Или заставляют? Ну, не то чтобы заставляют. Почему? Потому что в любом учебном заведении, начиная с первого класса, есть уроки физкультуры. В высшем учебном заведении точно так же физическая культура есть. И человек, который ни разу не занимался спортом, он все равно когда-то занимался физическими упражнениями. Но сейчас без… Вот мы только что уже сказали, что без здоровья нечего стремиться к чему-то лучшему, чего бы хотел человек. Поэтому физическая культура действительно – это основа всего бизнеса, основа всех мероприятий, которые человек ставит, и задачи, которые человек ставит перед собой. Угу. Пройдем еще дальше. И поговорим теперь, вот вы уже затронули исторические аспекты, спортивные темы. Окей, спорт, физкультура. Но физкультура, она, в принципе, сейчас бесплатна, потому что в школе это все бесплатно, можно сходить на турники, позаниматься. А вот с платным спортом как быть? Откуда он к нам пришел и почему он вообще в нашей жизни появился? Сразу хочу сказать, что как раз все спортивные школы, наши спортивные школы, дюшор, там, дюш, это все бесплатно. Подождите. А как же экипировка? Вот это другой разговор. А как же отдельная работа с тренером? Я думаю, что согласно действующее законодательство, все спортивные наши школы, это предоставление спортивных услуг бесплатно. А физическая культура, как раз вот все кружки, еще там что-то для взрослых занятий, физическая культура. Как дополнительное образование. Ну, дополнительное образование, да. Для взрослых, естественно, это все платно. Вот это уже физкультура платная, а спорт у нас бесплатный. Это мы так по закону говорим, что это у нас бесплатно. Хотя вы правильно заметили, что экипировка, то есть маленький мальчик или там девочка пришли заниматься в спортивную школу. Естественно, ему обязаны выдать тот или иной инвентарь, на котором он будет заниматься. Ну, допустим, фигуристы. Вопросов нет. Тебе выдали коньки, но эти коньки ему не подходят. Значит, естественно, родители покупают. Это же его форма. Эти же танцевальные костюмы, они стоят достаточно много. И поэтому получается, что спорт... Да, и спорт, и физическая культура. Это по различным видам спорта. И спорт, и физическая культура платная, которая у нас существует сейчас. И физические услуги, спортивные услуги, которые оказывают различные предприятия, они платные. Они примерно равны. Да, и при том, вот мы говорили про оборудование, амуницию, какую-то одежду, экипировку. Но ведь еще нельзя забывать о том, что то, что я слышала в этой студии не раз, спортивные школы, да, предоставляют время бесплатное. Зал, тренера. Но ведь этого недостаточно зачастую для того, чтобы достигать действительно каких-то результатов спортивных. Продвигаться даже в своих достижениях. В смысле, ну как, а что еще необходимо? Если у тебя есть время, есть у тебя зал, есть квалифицированный тренер... Этого времени мало выдается. Ну, это другой разговор. Это ведь зависит не от того, что государство тебе не предоставляет возможность заниматься. А смысл в том, что для каждого человека... Ну, вы кого имеете в виду, допустим, для борцов время определенное... Ну, к примеру, хоккеисты. Да, вот на слуху часто говорят. Это уже говорит о том, что на сегодняшний момент спортивных сооружений, которые необходимы для проведения учебно-тренировочных занятий, у нас катастрофически не хватает. То есть, хоть мы и построили еще один платный, не платный, а этот каток для хоккеистов и фигуристов. Вроде бы все хорошо, но времени не хватает. Значит, еще нужно строить. Но вопрос существует, что такой, что нет просто средств у государства лишних, которые можно было потратить на социальные нужды. Это проблема. Проблема везде, это все понимают. И сразу хочу сказать, что и президент всегда говорит, ребята, давайте будем отдавать больше времени для спорта, давайте будем строить больше сооружений. Вот недавно открылся у нас неплохой спортивный манеж. Хорошо, хорошо, для проведения учебно-тренировочных занятий прекрасный стадион, вообще отличное покрытие, отлично место для спортсменов, где они могут тренироваться. Но только для проведения соревнований. Соревнований он не подходит. Не совсем подходит. Почему? Объясните. Объясняю. Ведь в первую очередь, что значит соревнования? Соревнования это не только для спортсменов. Это и для зрителей, которые должны приходить, смотреть популяризацию того или иного вида спорта. Но когда в спортивном комплексе, в хоккейном или в легкоатлетическом количество мест, допустим, 200 или 300, о каких больших соревнованиях мы можем проводить, вести речь. Приезжают 60 регионов к нам, первенство России, приезжают 60 регионов, 10 человек команда, это уже 600 человек. Пришли зрители, 400 человек, это 1000 человек. Раздевалка соответствует? Места, где можно было бы посидеть, посмотреть, соответствуют? Соответствует ли у нас буфет, когда или спортсмены, или зрители, которые пришли, хотели бы перекусить или что-то сделать? Соответствует это или не соответствует? Поэтому заявлять то, что у нас все прекрасно и все хорошо, я считаю, что это необоснованно. Это введение в заблуждение наших зрителей и слушателей. Это мое мнение. Это ваше мнение. Да, оно, конечно, имеет место быть, но я считаю, что все-таки руководствовались лучшими повреждениями. Еще раз повторю, что прекрасный стадион для занятий. Прекрасный. То есть проводить сборы, тренироваться, чтобы потом выезжать на какие-то соревнования. Такого просто у нас никогда не было. Действительно это хорошо. То же самое и по плавательному бассейну. Проводить крупные соревнования, которые всегда раньше заявляют, что у нас будут сейчас соревнования, мы тут будем проводить, все нормально. Ребят, но если есть соответствующее правило для проведения тех международных или крупных российских соревнований, это дополнительно, допустим, ванна, где можно было бы проводить разминку. Если этого нет, ни о каком рейтинге и ни о каких крупных соревнованиях вести речь просто нельзя. Ну, это аксиома. Но зато, но зато там, насколько я понимаю, занятия будут проводиться бесплатно. Еще раз говорю, что занятия будут проводиться бесплатно для спортивных школ. Для спортивных школ, конечно. Для спортивных школ, а для других всех организаций просто такой спортивный объект наша область просто не в состоянии самостоятельно держать. Потому что это большие деньги. Вы знаете, допустим, что коммуналка примерно будет съедать, ну, так, я на скидку, вот по такому спорткомплексу скажу, она примерно в месяц будет съедать, ну, около 250-300 тысяч рублей в месяц. Это коммуналка будет съедать. Это вам я реально говорю? Это только по манежу? Конечно, я говорю вам по манежу. А по всему комплексу, который планируется? А планируется, ну, это вообще тоже. Вы знаете, что, допустим, один бассейн, сколько воды у него тратится, сколько тепла на него уходит. Я по своему спорткомплексу вам могу сказать, что только одного тепла мы там в месяц тратим от 20 до 50 тысяч. У нас полторы тысячи квадратных метров. А там, извините меня, сколько? А электроэнергии сколько тратится туда? Если мы, у меня общая сумма примерно там 100 тысяч, вот у меня выходит на коммунальные услуги в спортивном комплексе. А сколько же нужно потратить средств, государственных средств на содержание данного спорткомплекса? Это тоже нужно просчитывать. И если этот спорткомплекс будет работать только бесплатно, он никогда себя не укупит. Он будет убыточен. Но вопрос в другом. Когда и кто вечером будет там заниматься? Почему? Потому что, начиная с 8 часов утра, там, допустим, до 20 часов вечера, он будет заполнен нашими спортсменами. Когда ему зарабатывать? Ну, я очень надеюсь и верю в то, что министерство уже все рассчитало как следует. Ну, я тоже надеюсь, что они хоть что-то посчитали. А мне хочется перевести разговор уже на ваш комплекс. Да, вот вы отметили, что у вас довольно немаленькая сумма уходит на покрытие расходов за коммунальные услуги. На коммунальные платежи, да. Коммунальные платежи, но кроме всего прочего, там еще наверняка другие платежи. Фонд оплаты труда. Обязательно. Налоги. Страховки. Конечно, это все, да. И если мы говорим о том, что физкультура, да, потому что в данный момент все-таки говорим, вот давайте объясним, а в вашем комплексе это физкультура или спорт? Нет, это как раз спортивно-оздоровительные услуги. Спортивно-оздоровительные. Да, почему? Потому что, повторюсь, я всегда об этом говорил, что наш спорткомплекс, наша организация имеет медицинскую лицензию на оказание оздоровительных услуг. То есть мы имеем лицензию по спортивной медицине. То есть мы можем проводить как раз занятия по лечебной физкультуре, по осмотру детей, взрослых, врачом, спортивным врачом. Он у вас в штате есть? Да. У нас есть человек, который непосредственно работает, имеет соответствующую специализацию и как раз на основании действующего законодательства. Почему? Потому что другой человек, который не имеет специализации по спортивной медицине, просто не имеет права проводить данное мероприятие. Что еще входит в функционал врача спортивного на предприятии в вашем спорткомплексе? Еще раз говорю, что это допуск клиентов к занятиям, то есть определение нагрузки для проведения учебно-тренировочных занятий, определение ему составления тренерскими кадрами, ему программы, именно то, что он перед собой поставил. Угу. И насколько я понимаю, это еще выдача справок для участия в соревнованиях. Ну, мы можем это выдавать, но мы это не практиковываем. Почему? Потому что ребята, которые у нас занимаются, они в основном не ездят на соревнования. То есть они занимаются для того, чтобы улучшить свое здоровье. И сразу хочу сказать, что на сегодняшний момент действительно мы основную работу проводим с детьми. У нас занимаются около 600 человек детей разными различными видами спорта. Это ушу, это художественная гимнастика, это футбол, это акробатика, это баскетбол. И эти ребята, те ребята, которые не прошли отбор в спортивные школы. Почему? Потому что на сегодняшний момент существует правило по зачислению детей наших в ту или иную секцию. Есть нормативы? Андрей, прерву вас. Давайте поясним разницу между спортивными школами и секциями, на самом деле, которые вы сейчас вспомянули, которые, ну, некоторые могут воспринимать как спортивные школы. На самом деле, это два совершенно разных направления, имеющие разные совершенно цели. Ну, вот спортивная школа, знаете, у нее есть определенные параметры, критерии по допуску детей к занятиям. То есть если человек определенного возраста, допустим, вот с 7 лет, определенный вид спорта, он разрешен занятиям видом спорта с 7 лет. И ни руководитель школы, ни тренер просто не имеет права допустить к занятиям ребенка, которому 5 или 6 лет. Почему? Ну, есть строгие правила, которые определены в законодательстве. Куда деваться этим детям? С чем заниматься? А может быть, ему этим спортом не понравится заниматься? Как раз и существуют вот эти секции. Как раз во время, когда нужно выбирать. Да, вот как раз существуют вот эти секции. Мы с детьми работаем, с трехлетними детьми. Они могут заниматься, они получают знания, не знания, а навыки того или иного вида спорта. То есть, во-первых, они получают и здоровье у нас, а во-вторых, они просто знакомятся с тем или иным видом спорта. И они потом уже сами просто в состоянии вместе со своими родителями посмотреть и выбрать, в какую им спортивную школу идти. И когда человек уже подготовлен, когда он приходит в эту спортивную школу, те нормативы, переводные нормативы или иные какие-то нормативы, ему уже просто пройти. Он уже умеет подтягиваться, он уже умеет отжиматься, он уже имеет навыки работы с мячом, со скакалкой, с лентой, если мы про гимнасток говорим. То есть, она все это умеет, и ей ее проще взять. У нее уже есть какая-то определенная растяжка. Это же все проявляется. То же самое по хоккею, по футболу, точно так же. То есть, если парень может пробежаться, может мячиком немножко что-то владеть, когда он приходит на отбор в какую-то спортивную школу, то естественно его заметят, естественно его заверут. И ребенка проще перестроиться. Конечно, поэтому мы и рекомендуем, я рекомендую всегда, прежде чем отдать ребенка непосредственно заниматься спортом, если вы хотите сделать из него большого спортсмена или хотите просто заниматься в спортивной школе, непосредственно нужно пройти просто вот эти первоначальные секции группы начальной подготовки. Хотя эти группы начальной подготовки есть и в спортивных школах, но ведь у нас, извините меня, спортивный школ и места, как вы только что сказали, и времени не всегда хватает. И они ограничены, поэтому и частные спортивные школы, которые существуют, начальные, будем так говорить, и люди, которые работают в сфере оказания спортивных услуг, они как раз вот и работают над этим, чтобы подготовить детей для того, чтобы они потом пошли и поступили в какую-то спортивную школу. Причем все под постоянным контролем спортивного врача. Ну, это обязательно. Почему? Потому что хотя мы и требуем с детей, не с детей, а даже с родителей, чтобы они принесли нам справочку о том, что ребенок здоров, и он может заниматься физическими упражнениями, то есть физкультурой. А наш врач периодически приходит просматривать. Сразу хочу сказать, что согласно тоже действующее законодательство, мы все вот эти спортивные занятия, они у нас ведется онлайн-трансляцией, и мы можем всегда посмотреть. В лучших традициях. Да, то есть мы можем посмотреть, какие были занятия, как ребенок занимался, что у него есть, и потом проанализировать. И онлайн можно посмотреть, как ребенок занимается, какие у него успехи. То есть это все можно посмотреть. Через сайт ваш. Да, чуть позже мы назовем адрес сайта. То есть поэтому вот тем мы и отличаемся, я честно говорю, про свой клуб, тем мы отличаемся от других спортивных клубов. Сразу хочу сказать, что основное направление наше – это работа с детьми. Не то, что там все, как у нас написано, там, допустим, фитнес-клуб, то мы занимаемся только стабильно фитнесом для взрослых. Нет, мы занимаемся и детскими направлениями. Да, отмечу, что вот как мы с вами выяснили, переходят вопросы коммунальных платежей, всевозможных платежей. Вот отсюда постепенно складывается понимание, откуда на это берутся деньги. То есть люди готовы за этот сервис, за эти услуги профессиональные, качественные, лицензированные, да, за это платить. Что вы, как вы оцениваете, насколько эта готовность высока, и что она вам дает? Потому что слышала я, что у вас большие планы по развитию комплекса. Ну, это, да, у нас перспектива большая есть. Мы хотим действительно расшириться. Мы хотим еще достаточно много спортивных залов дополнительных. На базе той, которая у вас сейчас есть? Конечно, конечно. То есть есть возможность, если все это у нас получится, пока тоже раскрывать карты не буду, но мы планируем... Ну, давайте заинтригуем, да. Ну, мы планируем, сейчас у нас полторы тысячи квадратных метров, мы планируем сделать в пределах шести тысяч квадратных метров наш спорткомплекс, где будут оказываться спортивные услуги... То есть четыре раза увеличится практически. Не только для детей, да, но и для взрослых. Сразу хочу сказать, что любой бизнес, он прибыльный, если его правильно организовать. Как его правильно организовать? Как? Значит, ну, во-первых, нужно знать то дело, открываться... Вы знаете, сколько у нас фитнес-залов, фитнес-центров в городе Кирове? Больше сотни. Ну, не больше сотни, примерно 96. Ну, вот так вот, по моим подсчетам, это 96 залов. Все ли они соответствуют тем параметрам, которые необходимы для проведения учебно-тренировочных занятий и оказания спортивных услуг. Какие необходимы? Сразу хочу сказать, что это, как мы с вами говорили, это медицинский контроль. Это тренеры-преподаватели, которые имеют право преподавать физическую культуру и спорт. То есть вот для меня боль всегда была, я всегда об этом говорил, что почему мы считаем, что учитель физкультуры не может прийти в школу, его просто не возьмут, и работать преподавателем по русскому литературе. А почему этот филолог может прийти в любой спортивный центр и сказать, что, извините меня, я вот прошел курсы переподготовки. Прошел курсы. Месячные курсы, и я могу преподавать физическую культуру и спорт. Почему так? Ну, это говорит об одном, что ответственность залагается на тех людей, которые получают услугу. Вопрос в другом, что если мы хотим, чтобы была качественная услуга, и чтобы человек получил действительно здоровье, а не получил непонятно что, то руководитель, который организовал этот зал, он должен следить за этим. И он должен быть достаточно профессионалом, чтобы ему не могли, извините меня, навешать лапшу на уши и сказать, что, извините меня, я мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа. А кто тебе присвоил? А мне присвоила там федерация. Какая федерация? А вот такая-то федерация. Кто может присваивать, допустим, то или иное звание? Может присваивать только государственная структура после соответствующих представленных документов. А если у нас вот так любая какая-то непонятная федерация дает тебе эту бумажку, и он приходит и показывает какому-то руководителю, и руководитель говорит, о, да, конечно, хорошо, молодец. Или ты чемпион мира по жиму штанги лежа, о, ты молодец, и вообще у нас чемпион. Ну как, разве так можно? Поэтому я еще раз говорю, профессионализм руководителей, ну, во всяком случае, у нас не у всех, но у многих, которые вот из этих 95 клубов желают иметь место, чтобы был получше. Ну, подождите, они работают, значит, у них есть возможность, и законодательная база все-таки позволяет, чтобы они работали. Ну, законодательная база позволяет. Почему? Потому что он не оказывает услуги дополнительного образования, а он просто оказывает спортивные услуги. На сегодняшний момент это не регламентировано, но вот прекрасно знаю, что это уже лет пять ведутся разговоры, кто все-таки может оказывать вот эти спортивные услуги. Сейчас у нас и в Министерстве спорта Российской Федерации, и в нашем министерстве задумаются об этом, что надо все-таки проводить, наверное, лицензирование вот этих клубов, спортивных клубов, где оказываются услуги, качественные они или некачественные, а должны оценивать специалисты, а не простой обыватель, которому что ему дали, он то и съел. Таким образом, получается, что если на самом деле это решение будет принято, нас ждет значительное сокращение спортивных центров. Конечно, ну я надеюсь, я надеюсь. Почему? Потому что нужно оказывать нашим людям качественные услуги. Это основа всего. То есть мы всегда за качество боролись и боремся всегда. Спортивный комплекс прогресс. Боремся за качество. Я имею в виду про профессиональную... Про философию, да, про эстетику и понимаемость. Про профессионалов, которые говорят, и министерство, и наше Кировской области понимает это, и особенно министерство спорта Российской Федерации, они все понимают об этом. Они тоже все говорят, что нужны, нужны работать и должны работать профессионалы. Но ведь это же влечет за собой дополнительные траты. Для кого? Для самих физкультурных центров, будем так говорить, спортивных центров. Ну вы знаете, можно ли зарабатывать на спорте? Вот это вопрос всей нашей сегодняшней программы. Да, можно ли зарабатывать, если это комплекс спортивных услуг. Сразу же хочу сказать, что входит в комплекс. Это, во-первых, площади, на которых не маленький какой-то зальчик, один зальчик там, где стоят тренажеры, и маленький зальчик для аэробных направлений. Это и большой спортивный зал, это и плавательный бассейн, и большой стадион, который рядышком находится. Но ведь маленькие игроки этого бизнеса не могут себе позволить такое удовольствие. Ну сразу же хочу сказать, тогда нельзя, еще раз говорю, нельзя оказывать некачественные услуги. Многие люди приходят, как вы говорите, почему у нас открываются большие супермаркеты, которые сейчас открылись? А что это выгодно? Это выгодно. Это не то, что выгодно. Почему? Потому что там уже более достаточный профессионал. Или маленький магазинчик, человек, частный предприниматель, открыл маленький магазинчик, неизвестно, где он берет эти продукты, как он эти продукты продает, сколько у них срок годности, кто за этим следит, и как это у нас происходит. Здесь точно такая же ситуация. Маленькие спортивные центры, да, но что сейчас делать? Значит, нашему государству нужно уделять больше внимания для строительства спортивных объектов. И поддержки, видимо, подобного бизнеса. Потому что программа по оздоровлению нации есть, есть программа по вовлечению граждан в спорт. Какие там нормативы-то должны быть к 2021 году? 70 с чем-то процентов. Сразу хочу сказать, что эти тоже нормативы... Можно посмотреть, сколько людей у нас занимается спортом. Я тоже с этим немножко не согласен. Немножко лукавят. И наши местные спортивные деятели, и спортивные деятели России немножко лукавят. Почему? Потому что подсчет тех людей, кто занимается спортом, он неэффективен. И он неправилен. То есть мы примерно раза в три завышаем количество людей, которые занимаются у нас физической культурой и спортом. Но более подробно о качественном подходе к спорту, к спортивным центрам и к вовлечению граждан, россиян. В спор мы поговорим, я надеюсь, в следующих программах наших с вами, которые, я надеюсь, что состоятся в будущем. Сейчас давайте еще пару слов о прогрессе, о ваших направлениях, где искать информацию контактную, как с вами можно связываться. У нас есть сайт, пожалуйста, набирайте спортивный клуб прогресс или фитнес-клуб прогресс. И там выходит наш сайт, и там все рассказано, сколько, какие, кто может заниматься, со скольки до скольки мы работаем, какие услуги мы оказываем. То есть там все это есть. Но еще раз хочу напомнить, что все-таки самое главное для бизнеса – это профессионализм в работе. То есть это не только прийти и заработать деньги, это именно оказать качественную услугу. Почему? Потому что ведь вы сами, наверное, замечаете, что один клуб открылся, он два-три года поработал, закрылся. Потом снова другой открывался, снова два-три года поработал, закрылся. Из-за чего? Из-за того, что народ, в конце концов, понимает, те клиенты, которые приходят, что это некачественная услуга. Почему? Вот у нас был вроде бы качественный, еще немножко, скажем, вроде бы был качественный батунный центр. Да, был. Красиво было. Заявляли, что у них все прекрасно. Все лучшее, там спортсмены работают, там все отлично. Но почему-то было очень много травм. Из-за чего? Во-первых, то, как они открылись, я не знаю, я не буду в это вдаваться подробностей. А мне всегда удивляло, когда приходит неподготовленный человек, его сразу запускает на батут. Вот там, какой у тебя вес, большой у тебя вес, небольшой вес. И особенно мне было интересно посмотреть передачу, которую 9 канал у нас вел, когда эти взвешенные люди были. Помните? Да, конечно. И когда вот такие масса, 120 килограмм человек неподготовленный, его запускает на батут туда, и он начинает там прыгать. Я все время брался за голову и говорил, елки-палки, где же там люди-то, где же профессионалы-то, почему они не говорят, что это нельзя делать? Да, ну, давайте пока эту тему отложим. Мы можем все-таки до следующих программ. Да, а у вас, уважаемые слушатели, есть прекрасная возможность проверить слова Андрея Юрьевича Каманина, придя в спорткомплекс «Прогресс», и посмотреть, все ли там действительно так, как он говорит. Да, если не так, вы звоните нам в студию, пожалуйста, рассказывайте. Андрей Юрьевич, спасибо большое, что пришли. Интересная беседа у нас с вами получилась о бизнес-составляющей в спорте. Это была программа «Свера и спорт», вела ее Вера Власова. В гостях у нас был директор спорткомплекса «Прогресс», мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, заслуженный работник физической культуры России Андрей Юрьевич Каманин. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания.